Окружные депутаты проверили ход строительства нескольких многоквартирных домов в Нарьинмаре и поселке Искателей. Как стало известно, в ходе поездки три дома будут сданы в эксплуатацию с опозданием на год. Александра Литкова расскажет подробнее. Дом на 95 квартир в поселке Искателей компания ЗСК «Заполярье» должна была сдать в эксплуатацию в конце сентября. Сейчас строители устанавливают кровлю и окна. Данные работы завершат в ноябре. Остальное продолжат делать только после того, как завезут оборудование для отопления и отделочные материалы. О причинах отставания от графика рассказала директор предприятия Елена Соколовская. Очень много причин. Финансовые, коронавирус, предприятие мое, оно тоже имеет место быть. Всего понемножку, но набежало очень даже. Вот так, как набежало. Ну, просто за счет зимнего периода, ну, не получается. Я не могу в холодное здание сделать обои, выклеить, потом их отдать. Сдать объект строители планируют не раньше августа следующего года. С таким же большим отставанием «Заполярье» строят и два дома по улице авиаторов. Здесь также не хватает финансирования и материалов. Мы побывали на трех объектах, где подрядчиками являются «Заполярье». Да, ведь по объектам уже получено более 50% средств по контрактам. И один только ответ – вот нам бы еще побольше денег, и тогда бы мы успели. Но, когда подрядчик выходит на работу, наверное, он должен рассчитывать на свои средства и силы, да, и понимать, что если они выходят, то по-любому есть сроки, которые они должны укладываться. Сложную финансовую ситуацию окружной строительной компании депутатам пояснил и исполняющий обязанности руководителя профильного департамента Павел Масюков. По его словам, «Заполярье» не только застройщик, но и в первую очередь завод по производству стройматериалов. То есть, либо они делают только для себя, либо они делают для всего округа, да, то есть, чтобы другие застройщики. И проблема в том, что у них большая часть, на 50% работников – это все штатники. Там 75. Да, даже более. И первые платежи, которые у них идут, то есть, если работа не ведется, зарплату надо платить, нужно налоги платить. И вся та сумма, которая попадает по инвестплатежам у нас, даже если мы, которая должна была идти на то, чтобы там расплатиться с подрядчиками, либо закупить материалы, как у других, она идет там также на зарплату работникам, на налоги. И в конечном итоге остатки идут на то, чтобы завести эти материалы, ну, то есть, среду для того, чтобы изготавливать. Второй многоквартирный дом в поселке Искателей по улице Рассихина строится с опозданием на 5 месяцев. Сдать его компания «Осполох и монтаж» должна была еще в конце августа текущего года. Сейчас здесь идут работы по шпаклевке стен, монтажу инженерных сетей и благоустройству. Конец декабря этого года планируем ввести в эксплуатацию, ну, соответственно, получить ввод и уже инвестору нашему, сенсорить заказчику, передать квартиры по акту. А сколько квартир? Дом на 39 квартир. Как отметила депутат Наталья Кордакова, обращаясь к представителям профильного департамента, нужно усилить контроль за строителями. Все сроки пропущены, да? Говорить о том, что какие-то там сроки, поэтому здесь уже надо разговаривать жестко. Надо жестко садиться, составлять графики и выполнение их поэтапное, потому что мы так и дождемся. Пройдет еще пять лет? А? Расторгать и взыскать? Конечно, пять лет пройдет, оно так и будет стоять. Мы вот здесь постоянно прогуляем, да, и вот это вот так и стоит. Неудивительно, чуть-чуть подрастет и дальше. Оно так и будет. Еще один дом по улице авиаторов строит компания «Полюс Жилстрой». Большая часть квартир 10-ти секционного дома сдана. Первые пять подъездов заселены, это 147 квартир. Шестая, седьмая, 65 или 65 квартир уже переданы. Ждут заселения люди, но я так думаю, что это в ближайшее время произойдет. Восьмая, девятая, десятая секция готова на 99%. В ноябре будем, то есть до конца года уже будем передавать квартиры. Еще четыре строящихся дома, которые проинспектировали депутаты, также будут сданы с опозданием. Два дома по улице Пионерской ориентировочно в ноябре текущего года. По улицам Рыбников и Октябрьская в мае 2021 года. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал Север.